Скажу такую личную вещь. Многие люди в Беларуси, которые в определенный момент стали состоятельными, строили планы эмиграции после какого-то периода жизни и выхода на определенный достаток в сытые западные страны. Но после того, как одни, другие знакомые стали давать информацию о том, что есть попытки у них отобрать детей в эти однополые браки, я вам скажу, процентов 75, наверное, одумались и сказали, в принципе, в Беларуси это жить неплохо, давайте что-то здесь менять, давайте строить нашу страну здесь. А семья, знаете, это ячейка общества, из семьи, из сочетания семей строится государство. Мы никогда не должны ставить цели государства выше цели семьи. Если в семье хорошо, если у нас есть безопасность, достаточно вовлеченность в общественно полезный труд, достаток, возможность воспитать детей, тогда это государство правильное, тогда у нас не возникнут цели где-то с кем-то повоевать, что-то сделать. Будет одно желание заниматься детьми, семьей, своими престарелыми родителями, потому что на каком-то этапе, знаете, вот эти вот западные ценности, когда в Соединенных Штатах ребенку исполнилось 18 лет, практически разрывается связь с семьей. Они настолько самостоятельные, даже родители считают нехорошим им дать в долг еще где-то что-то. Иди в банк бери, воспитывай самостоятельно, я себя сам поживу. Ну, в наших исконных традициях, и прежде всего в православии, коль ты родил ребенка, ты в ответе за него, так же, как и в ответе дети за своих родителей, а, соответственно, семья будет в ответе за свою страну. Не будет желания, я себе урвал, а там хоть не расцветай. И, конечно, не только забота о семье, а и забота о более высоком, о собственном отечестве, не забывая память наших предков, которые, как сегодня говорили, победители. Ведь, вспомните, ни одной войны мы не проиграли. Единственное, что все войны нам давались такими потерями, но это, наверное, неправильно. Ведь мудрость заключается в том, чтобы до войны политическими вопросами решить все разногласия, уйти от войны, не проигравшим, а найти компромисс. Ведь военные вступают в свои права военных действий тогда, когда политики и дипломаты не могут договориться. Они не способны это сделать. Так хотелось бы, чтобы мы через своих политиков, через своих руководителей добились такого решения для наших стран, чтобы мы могли развиваться, крепнуть. И наше благосостояние было на таком высоком уровне, чтобы у наших деток и внуков даже не было мысли куда-то ехать. Зачем, если здесь все хорошо? Давайте сделать у нас рай, а не где-то. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо.